Родители казахстанских школьников жалуются на качество отечественной формы. Они уверяют, что детскую одежду шьют из полиэстера и вискозы. Хотя ранее в Ассоциации предприятий легкой промышленности уверяли, что казахстанская школьная форма стоит дороже, потому что содержит шерсть. Шестилетняя дочь многодетной мамы Александры Алеховой пошла в первый класс. Девочки купили школьные брюки казахстанского производства. Увидев этикетку, женщина растерялась. Одежда на 65% состоит из полиэстера. Хотя врачи не рекомендуют носить одежду, в составе которой больше половины искусственной ткани, уверяет Александра. Насколько безопасно школьную форму из полиэстера таскать ребенку по 8-9 часов в день на протяжении 9 месяцев в году. Минимальная температура, разрешенная для глажения, это означает о том, что она под горячим утюгом начинает плавиться. Это явное свидетельство того, что форма синтетическая. На вопрос, почему казахстанская школьная форма дороже киргизских и узбекских, в Ассоциации предприятий легкой промышленности отвечали, что она содержит 25% шерсти. Теперь в организации говорят, что помимо шерсти в ней могут быть хлопок и вискоза. Вискоза относится к натуральным волокнам. Поэтому, исходя из этого, требования, которые заложены в национальном стандарте, те, которые должны быть при изготовлении школьной формы, они соблюдены. В компании, которая занимается шитьем и продажей школьной формы, рассказали, что продукция с содержанием шерсти стоит гораздо дороже. Поливискоза, она может быть где-то с 15 тысяч до 30, которая шерсть содержит 30 и выше. Директор предприятия добавил, что доступная киргизская форма якобы на самом деле не содержит шерсть, как указано на этикетках, а отечественные указывают все честно. Также в компании добавили, что вискоза не уступает шерсти и дешевле в цене.